Всем привет! Меня зовут Полина, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как эффективно подготовиться к любым контрольным работам, тестам и, конечно же, к экзаменам. Как не нервничать, с чего начать и сколько потребуется времени. Давайте начинать, и не обращайте внимания, если вы будете видеть телефон в кадре, я на него записываю звук. Надеюсь, что он нормальный, напишите в комментариях, как вам. Вы меня часто спрашиваете, как лучше подготовиться к экзаменам, где находить материалы, куда обращаться и так далее. Первым делом нужно решить, как вы будете готовиться самостоятельно или же с чьей-то помощью. Я рекомендую выбрать второй вариант, особенно рассмотреть подготовку онлайн, так как, на мой взгляд, формат намного удобнее и заниматься можно из любой точки, главное, доступ в интернет. Хоть я и не сдавала экзамены в России, но от знакомых часто слышала, что они занимаются в умскул и очень довольны результатами. Это крупнейшая онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с нуля по всем предметам. А сейчас, когда наносу экзамены, многих волнует не просто ЕГЭ, но и итоговое сочинение, без которого вас не допустят к экзаменам. Чтобы не переживать об этом, советую вам обратить внимание на авторский курс Пролог от Умскул. На курсе будет много практики. За 8 онлайн-занятий вы с нуля разберете декабрьское сочинение, научитесь грамотно раскрывать свои мысли по любой теме, свободно подбирать аргументы, а также напишите 6 полноценных сочинений с проверкой куратора. Этот курс будет полезен всем, так как итоговое сочинение буквально через месяц. Не теряйте времени и начинайте готовиться заранее, чтобы спокойно сдать итоговое сочинение и получить допуск к ЕГЭ. Переходите по ссылочке в описании и узнавайте подробности. Второй очень важный пункт после выбора обучения школы – это распределение времени. Сколько времени вы будете тратить на подготовку и в какие дни. Конечно же лучше всего расписать все на бумаге, сделать подробное расписание и повесить над рабочим столом. Если вы делаете расписание, старайтесь конкретно в этот день, можете даже время написать, садиться за рабочий стол и готовиться. Самый большой плюс в онлайн-школах и репетиторах – это то, что у вас уже назначено время и вы не можете пропустить занятия. А если вы готовитесь самостоятельно, то тут уже нужно развивать самодисциплину. И конечно же вы потратите много времени на поиск нужной информации, у вас будут вопросы, на которые также нужно искать ответы. Плюс это вы сэкономите деньги, но минус – потратите много времени, а как говорится, время – это деньги. И тут уже вам решать, какой вариант выбирать. Советую учить и решать один предмет в один день, например, в понедельник русский, вторник английский и так далее, чтобы сфокусироваться на определенном предмете и адаптироваться к новой информации. Очень важно не просто учить информацию, но и делать как можно больше похожих заданий, тренироваться, прореживать как можно больше вариантов, набивать руку, как говорится. Поэтому берем тесты по определенным предметам, темам, садимся, убираем все отвлекающие факторы и решаем. Учите все последовательно, продвигайтесь по учебнику, по темам и ищите пробелы там, где вы не очень сильны и старайтесь эти пробелы устранить, как говорится. Старайтесь понять и потом закрепить, то есть сначала понимаем, далее учим, потом прореживаем тесты, выполняем задания. Следуйте структуре, смотрите, как отвечают другие, смотрите правильные ответы. Есть задания, которые требуют определенных ответов, поэтому тоже обращайте на это внимание. Самое главное, перед контрольными работами и экзаменами не зацикливайтесь на провале. В любом случае, ваша жизнь продолжается, все хорошо и не стоит паниковать и бояться не сдать. Чтобы успокоиться, можете поговорить, побеседовать с коллегами или преподавателями. Обязательно ходите на дополнительные консультации, пробники и так далее. Там вы сможете еще раз пробежаться по всем вопросам, проанализировать, что-то обсудить, какие-то важные моменты. Еще лучше закрепить информацию, осознать свои ошибки, распределить нужное время на выполнение того или иного задания и прочее. Найдите у знакомых или купите все необходимые тетради, справочники, правила, распечатки, материалы для подготовки. И храните все в одном доступном месте, в одной папке, чтобы они не просто лежали у вас на полке, столе, а действительно работали на вас, открывались. Организуйте все по темам, это очень удобно, когда вы будете учиться, подготавливаться, не будете тратить время на поиск и сбор информации. Также очень хорошо, если вам разрешают пользоваться чем-то дополнительно. К примеру, в моей стране на экзамене по географии разрешали пользоваться атласом, поэтому я нашла репетитора, который действительно научил меня качественно пользоваться атласом и находить всю необходимую информацию именно там. Потому что бывают случаи, когда у тебя есть источники, материалы, но ты не умеешь и не знаешь, как правильно использовать и чем они тебе помогут. Также и на контрольных работах, когда разрешают выписывать, использовать формулы, правила и так далее, поэтому выписывайте на отдельные картонки, бумажки, делайте таблицы и используйте. Не забывайте про свободное время и отдых, придерживайтесь своего режима и не пренебрегайте своим сном. Полноценный сон очень важен для восстановления сил для вашего психического здоровья и пока вы спите, ваш мозг продолжает учиться и усваивать информацию. Не переживайте, если вы начали готовиться заранее, значит обязательно все успеете, поэтому начинаем подготовку как можно раньше и верим в свои силы. Не слушайте тех, кто говорит, что ничего не получится. К сожалению, есть учителя, которые любят запугивать, нагнетать обстановку перед тестами и экзаменами. У меня тоже были такие ситуации. Докажите им, что вы способны сдать, наверное этого они и добиваются. Если у вас есть цель, вы много готовились, у вас есть знания, значит вы обязательно напишите. На этом пока что все советы, я вас верю и желаю удачи. Можете переходить в мой телеграм-канал за другими ежедневными советами, лайфхаками, способами, секретами для учебы, ссылочка в описании. Не забывайте смотреть мои предыдущие ролики, где также много разной мотивации. Мы с вами увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok